Занятие по теме ангелы на Рождество. Игнатий Лапкин. История сохранила нам память об этой единственной ночи. Ночи не в палатах Цезаря, но ночи на полях Палестины. И свидетелями неожиданной вести были пастухи, которым было явление ангелов. Лука 2.10.14. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Ангел может быть только в определенном месте, но не всюду, как присутствует всюду всемогущий Бог. Потом это известие будет сообщаться от одного к другому и достигнет нас. Ангел значит вестник. Отсюда слова «весть» и «известие». Известно всему миру слово «евангелие». Означает добрую, благую весть. Что такое весть и как ее воспринимают? Это ожидание какого-то известия. И если бы люди не ожидали этого, то они бы могли и не поверить. Пастухи не спали, чего-то ждали. В мире нарастала тревога, потому что весь мир задыхался во зле под римской властью. В народе было ожидание какого-то освободителя, мессии. Об этом пишут и историки, и пророки. И ангел возвещает эту весть. В раю человек потерял свое достоинство. Когда Господь хочет что-то сказать, Он кого-то посылает с вестью. Пророков, апостолов, ангелов. Но когда выносит окончательный приговор, то Бог говорит Сам. «При сотворении Бог знакомит Адама с заповедью послушания и с наказанием за нарушение ее. Смертью умрешь». Изгоняя из рая Адама за согрешение, Бог поставил Херувима с пламенным мечом охранять вход в рай и предотвратить доступ к древу жизни. Этот акт означал крайнее отвержение, как поясняет Иоанн Златоуст. Когда Бог Сам не через посланников возвещает свою волю. Так, когда девы стали стучать, чтобы Он впустил их, то Он отвечает им лично Сам. И не через посредников, не через посланников, не через вестников, а Сам. Во-первых, двери закрыты. И во-вторых, Сам выносит приговор. Это признак окончательного и бесповоротного отвержения. У людей так, что если в первой инстанции дали отказ, как в районном суде, то есть возможность поправить дело через высшую инстанцию. Но когда уже за подписью президента или императора приходит отказ, то надежды поправить дело уже нет никакой. Жаловаться больше некому, только Богу. Здесь Сам Бог выносит свой вердикт. Виновен. И приговор обжалованию не подлежит. Законный приговор вступил в законную силу. Бог. Вселенский судья. Бог дал Адаму надежду, когда тот прощальным взглядом мог окинуть свои прежние обители. Эта маленькая надежда все ярче разгоралась через известия, полученные от Бога через пророков. И эта надежда все разгоралась и разгоралась, все уточняя и делая более зримыми эти послания от Бога. Бытие 3.15 Но вам дремать не придется. Этот лукавый все время будет жалить вас в питу, там, где соприкасаетесь с земным. И он будет долбить и хватать вас. Библия возвещает радостную, благую весть о приходе Мессии. Исайя 7.14 Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в очреве приимет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил. И в веках все более уточняется, где родится Искупитель. Какой он будет? Кто его родители? Каким будет образ его жизни и действия? Предсказанное о Вифлееме делало это место объектом внимания правителей. Матфея 2.6 И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Вифлеем означает дом хлеба. Человек в древности вкусил запретный плод в раю и, будучи изгнанным, должен был смирять себя, поститься и голодать. Согрешил языком, чревом. Языком и чревом страдает ныне. 1 Петра 4.1 Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Сегодня миллиардными тиражами издаются разные газеты и журналы, и все новые и новые известия накатываются волнами на человека. И душа не может насытиться ничем внешним. Иисус утешает. Иоанна 4.13-14 Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Иоанна 6.51 Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Из Вифлеема, из дома хлеба, приходит хлеб жизни, отдающий за нас плоть свою и душу свою. Иоанна 6.50 Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Задача состояла в том, чтобы по исполнении ожидаемого после получения Божьего дара вновь вернуться в первоначальное бессмертное состояние. Идут вестники и возвещают, что преснодева родит ожидаемого. Наконец, Бог избирает сосуд, пренепорочную деву из Назарета. Ангел является ей, и этот день отныне будет называться Днем Благовещения, Днем Доброй Вести, Днем Благого Известия. Но это только начало. Благая весть прозвучала только ей. Даже Иосиф не знает о том. И потом только ангел возвестит это ему, как бы на ухо. Матфея 1.20 Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Она сообщает Елисавете родственнице, которой сам Бог дал знамение через ее плод. Когда рождается Христос, то видим, как расширяется этот свет. Знают уже и пастухи, знают волхвы. Так уж Господь попустил, что узнал и Ирод палач. Но какая-то ошибка тут была в его Синедрионе, в его тогдашней, цитата, «Сергиевской подъеремной патриархии», что совершенно точно он не знал. И волхвов, в кавычках, благословляет, как Саглетаев разузнать все поточнее и сообщить ему. «К тому дому, куда подошли волхвы, вела их некая ангельская сила, явленная в виде звезды», говорит Иоанн Златоуст. «Мы не знаем, какая. По-видимому, это тоже был вестник и шел не на высоте, а может быть на расстоянии 3-4 метра от земли. Если же понимать, как обыкновенную звезду, то она на сотни километров всем кажется стоящей над ним». Когда эта ангельская сила отошла, а волхвы покинули Вифлеем другой дорогой, то Ирод посчитал, что над ним надсмеялись. Тиран старается всеми доступными ему силовыми структурами погасить эту разгорающуюся звезду Востока. Вероятно, что и царедворцы после того допроса их рассуждали между собой, ибо это было так неожиданно для всех и для них. Может быть, и доказывали друг другу, уточняя места нахождения рождения царя царей. Но призыв о благовестии снова заглох, никто ничего не протрубил по стране. «Христос растет, и мало кто знает суть происшедшего в Вифлееме. Эта надежда погасает и в самой Матери Иисуса». Марка 3.21 «И услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из Себя, что Он не в своем уме, как умалишенный, и пришли забрать Его, чтобы Он чего не натворил, такого за что не рассчитаться. Она была не такого уж и высокого мнения о нем. От рождения тридцать томительных лет сокрыто сущее. Дьявол рыскает по земному шару, и Он знает, что где-то здесь. И когда Господь выходит уже на последнюю стадию перед проповедью, дьявол трижды задает Ему вопрос. Матфея 4.3.6 «Если ты Сын Божий, скажи». То есть у Него все еще идет сомнение, Он ли это? Ангел, возвестивший эту благую весть, теперь, когда рождается Христос, возвещает ее еще не всему миру. Когда Господь одержит победу над дьяволом, и это еще не окончательная победа, но только один из этапов. Битва разгорится еще более тогда, когда сойдет на землю Дух Святой, который обличит мир, а не правде. Иоанна 16.8 «Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Вот теперь эта благая весть, проповедь Евангелия зазвучит до концов вселенной. Матфея 24.14 «И проповедано будет сие Евангелие царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Марка 16.15 «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Вот оно, истинное благовестие. И теперь уже будет через вестников и через посланников. Посланник по-гречески апостол. Вот это и есть то, что мы сегодня слышим. Господь посылает своих вестников и называет их ангелами. Откровение 2.8 «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив». Это предстоятели. Наш епископ – это ангел нашей церкви. «Все епископы носят названия ангелов». Весть о воскресении Христа зазвучала над миром. Зазвучит ли она через нас? И являемся ли мы этими посланниками, ангелами, через которых звучит благая весть победы над злом, над грехом, над тьмою? А как ожидают люди вести? Соломон говорит в притче 25.25 «Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны». С каким томлением ожидают весть? И для них, кто приносит эту весть, это как холодная вода в жаркий день. Как человечество ожидало этой вести? Как иссохшие души людей ждут сегодня того, кто к ним придет? И люди идут и проповедуют. Но что они им проповедуют? Проповедуют с примесью яда и еретичества, с примесью человеческих вымыслов грязных. Поприще битвы еще не закончено. Ангел Господень ждет своих благовестников, и на первом месте женщины стоят. И это более всего удивительно. А у нас как раз женщины-то и спрятались, и нигде их не видать. Первыми возвестили они о воскресении Спасителя Апостола. От вас только мужское население может услышать эту весть. Но это еще всего лишь один из этапов вести. Когда мы доходим до книги Откровения, то видим этих ангелов. Они возвещают миру о великих казнях. И, наконец, над всем миром проносится ангел и несет Евангелие. Откровение 14.6. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Евангелие означает «благая весть». То есть, последнюю великую весть несет тот же ангел и говорит, «Времени больше не будет». И вот тогда и начнет торжественный вход в свой царь царей, и сядет он на престоле, и ангелы будут преданим. Даниила 7.10. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Судьи сели и раскрылись книги. «Один из ангелов возвестил Деве Марии. Потом великий хор воспел на полях вифлеемских. И сегодня ангелы возвещают нам эту весть, чтобы мы ее понесли миру. Придет тот последний день, когда битва закончится, и дьявол будет брошен в озеро Огненное. И уже не через ангелов, но именем ангела будет назван и известен Он – Сам Христос. Для многих это тоже является непонятным. Ангелы – духи, и люди называются ангелами. Но как может быть ангелом Господь? Малахия 3.1 «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот, он идет», – говорит Господь Саваоф. Откровение 21. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Этот ангел возьмет дьявола и бросит его в озеро Огненное. И сегодня нам напоминает один из таких моментов борьбы Бога с Сатаной, который говорит, что придет этот вечный, единственный Эммануил, то есть с нами Бог, ангел завета, который закончит эту битву. Об этой битве Достоевский говорит, что она идет между Богом и дьяволом в сердцах людей на этом полигоне смертного боя. И тогда Господь неба и земли вынесет последний и окончательный приговор. Где окажется каждый из нас? Вот об этом мы должны думать. Сегодняшний день, в который необходимо решить, где мы будем. Говорят, что самый большой праздник у католиков – Рождество Христово, а у православных – Пасха Господня. Но все-таки последний, окончательный шаг будет сделан, «Когда придет Господь и восягнет на престоле славы своей, и верные войдут в райские обители». То есть человек некогда выпал из рая, и Бог изгнал его, не пользуясь ангелом, и снова принимает человека, не прибегая к посредничеству ангела. Сам Господь начал эту мировую историю с родом человеческим. Сам же ее и оканчивает. Послав на испытания Адама, сам же и принимает этого блудного сына. Ангелы будут участвовать уже только в наказании. Поэтому мы обращаемся к ангелам, как к слугам Божьим, ко Христу, рожденному Девой Марией, как к самому Богу, который нас сегодня убеждает, чтобы мы эту благую весть, которой мы так радуемся, понесли бы ее другим. Как это сделать? Или в письмах, или поприветствовать, или распространить наши материалы о истинной Церкви Христовой и о Благой Вести. Пусть Господь положит нам это на сердце. Аминь.